всем добрый день меня зовут ольга и вы на моем канале на канале о рукоделии и сегодня у нас с вами очередная болталка я в этом месяце ну как бы в мае до сняла очень не очень несколько видео болта логического характера и мне правда очень понравилось с вами общаться в комментариях узнавать ваше мнение они просто да вот я все время что-то показываю и ответные реакции как обычно кроме того что ну понравилось 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 или там да какие-то хвалебные коды что мне тоже очень приятно я получала редко а здесь я как-то за дело видимо животрепещущие темы и люди начали разговаривать и мне правда интересно узнать мнение других людей по поводу пряжи по поводу новых подписок подписчиков ну и так далее да и тема такая была щепетильная пряжа бобинная моточная но это мы все с вами уже обсудили я сегодня про другое я сегодня пришла опять таки к наверное к зрителям и к новичкам блогерам потому что первое моё болтологическое видео как раз таки было о том как набрать подписчиков да и зачем нам это вообще нужно нам блогерам нам блогерам зачем это нужно так вот это мы с вами уже тоже обсудили но так как нам нужны подписчики вы зрители нам нужны да ну как если мы выступаем в качестве блогера и мы вам нужны в качестве развлекательного контента например да или поучительного контента то я решила запустить такой необычный марафон я буду рада если вы меня поддержите и вам моя идея понравится но это спонтанная идея в общем видео выходит часто болтологического характера потому что меня прям мне хочется поделиться этой идеей и так марафон давайте назовем этот марафон знакомство с блогерами почему вообще возникла у меня такая идея я же читаю все ваши комментарии я лайка и отвечаю на некоторые из них да и значит были было три комментарии которые меня подвели к этой теме первый значит комментарий девушка написала что не агрит на канале есть просмотры но подписок нет подписчики не подписываются почему-то но просмотры в то же самое время они у меня есть кстати я вижу здесь свой джемпер летний иногда поэтому буду поглядывать туда вижу вижу в общем и я задумалась да действительно почему так свое время у меня тоже было подобно была подобная ситуация что люди просматривали интересные видео а подписываться не подписывались но видимо потому что у меня было мало видео на канале это тоже играет немаловажную роль на самом деле потому что вот я даже сейчас до захожу на канал смотрю вроде бы как интересно посмотрел два видео а у нее в плейлисте всего четыре видео я думаю подписаться мне не подписаться будет она дальше снимать не будет ну оставляю знаете тему открытой то есть либо я подписываюсь либо ну собственно нет и в рекомендуемых мне быть может больше и не выпадет эта девушка с ее прекрасным каналом вот и первый вопрос значит который до меня заставил задуматься почему нет подписчиков и проблема ли это если есть просмотры опять же да тут тема для чего мы заводили канал будем ли мы подключать монетизацию на этом канале будем ли мы развивать тему подписчиков плане того что это вам надо то есть есть ведь такое понять я тоже захожу и смотрю количество своих подписчиков мне правда нравится моя цифра которая немножко растет и меня это очень радует вот так и второй вопрос значит комментарий не вопрос то я у кого как то ведьма говорилось в том видео я уже вот не могу даже понять по текст конечно был другой но девушка мне написала что я решила за зрителей то есть я не не оставила ссылку на девушку который я говорила потому что ну канал не понравился а пряжа мне не понравилась и мне сказали почему же вы решаете за зрителей не оставляйте ссылку да а решайте за зрителей понравится этот канал или не понравится другим людям пройдут они по ссылке или не пройдут и тут я тоже задумалась оставить ссылку на свой канал но например захожу я популярному блогеру смотрю значит видео у него безумно популярные и набирает обороты потому что только выпустили и представляете я пишу там комментарии а посмотрите на мой канал у меня там тоже столько всего интересного как тогда вот или на мой канал кто-то оставляет комментарий мне тоже наверное было бы безумно приятно но вот какая будет реакция на мой канал если например человек который оставил комментарий у вернее оставил мою ссылку вяжет только из моточной пряжи да и не то что я вижу ну к примеру я не знаю вяжет только носки и это вот всем нравится представляете и тут значит люди заходят на мой канал а я тут сижу такая вся с бобинной пряжей не совсем хорошего состава до различные в обильной пряжи и вещаю какая же она красивая и чудесная вам это вообще не интересно ну вот я вот эту тематику когда заводила значит решила за зрителей да действительно почему я решила за зрителей что этот канал им будет не интересен ну вот правда ну решила не оставлять этому канал я делаю здесь что хочу до решила не оставлять ссылку и ладно просто был такой комментарий и значит третий комментарий который вот вообще подвиг меня снять это видео это девушка поделилась тем что я горит вообще боюсь оставлять комментарии под видео блог в видео популярных блогеров да потому что могут подумать что я навязываюсь ну как то вот так был звучал комментарий недословно но это я тоже проходила иногда мне тоже хочется знаете вот там человек говорит о какой-то пряжа каких-то спицах о чем-то еще мне так хочется написать этому человеку этом популярном блогеру о том что вы знаете я вот только что сняла подобное видео там я говорю что да вот этот там твит он садится там на сантиметра полтора если его не знаю на батарею положить ну это все условно это я придумала сейчас вот но я тоже думаю стоит ли об этом писать потому что ведь я получается на чужом канале рекламирую у себя а надо ли он непонятно в общем марафон марафон заключается в том что вы если вы начинающий блогер и не только начинающий а просто ищите еще дополнительно себе целевую аудиторию оставьте пожалуйста не ссылку а вот просто комментарий к этому видео расскажите коротко о себе то есть например мой канал там о вязании или мой канал о рукоделии и здесь я значит вижу из такой-то такой-то пряжи вяжу значит детские изделия или вяжу там взрослые плечевые изделия но вот как-то коротко расскажите о себе для того чтобы зрители моего канала могли прийти к вам посмотреть ваше видео и уже зрители будут решать нравится она им или нет остаться на зрителю на вашем канале или нет и если подобное видео снимите вы до про марафон можете указать меня как автора не будет приятно вот и выложите на свой канал и другие также придут и подпишутся мне кажется это будет интересно я думаю я правильно изложила вот эту свою мысль и этого марафона что необходимо оставить комментарий под этим видео о себе и коротко обозначить чем вы занимаетесь чтобы человек не просто тогда пришел и обязательно заглянула просто коротко узнал о вас и если заинтересовался зашел на ваш канал если заинтересовался вашим каналом остался и стал вашим постоянным зрителем я думаю зрителям это будет интересно в том плане что они могут найти для себя новых новый источник до для вдохновения или времяпрепровождение а нам с вами молодым каналом будет но молодым не очень молодым смотря для кого какой канал молодой по годам или по количеству подписчиков в общем если вы хотите найти новую целевую аудиторию вам тоже это будет интересно я думаю вот и я значит коротко хочу рассказать о себе раз уж мы с вами заговорили вообще о раз уж мы с вами затеяли тему знакомства давайте знакомиться значит меня зовут ольга очень приятно и я веду свой канал о рукодели в настоящее время в основном о вязании вязание спицами крючком я тоже умею но не практикуя меня не раз спрашивали я как-то все никак не расскажу где я живу я живу в маленьком городе в столице республики республика мариэл где-то в центре нашей страны центре нашей страны вот и город ешькар-олам я сейчас кратенько вставлю либо фотографии либо небольшие видео здесь знаете для того чтобы вы посмотрели я вчера гуляла по городу но так получилось я бежала как всегда за новой пряжей потому что у меня была свободная минутка об этой пряже обзоре я тоже расскажу и да это бобильная пряжа и давайте ознакомиться я в основном сейчас вижу из бобильной пряжи хотела бы я повязать из моточной да хотела бы но только из какой-нибудь дорогой эксклюзивной интересный фактурный я бы хотела повязать из моточной потому что я не разделяю пряжу на моточную не моточную я разделяю в основном пряжу на интересную и неинтересную которые я попробовала мне не понравилось и я не буду вязать вот что подразумеваем под интересной пряжей пряжу необычную, из которой вяжут не все, потому что она мне нравится, например, да, не всем же нравятся твиды, например, а мне нравится. Не всем нравится фантазийная пряжа, там, с помесью бульдога с носорогом, а мне, может быть, даже нравятся интересные фактурные изделия. Я люблю смотреть людей и в Инстаграм, и на Ютубе, которые вяжут необычные вещи. Быть может, я никогда не свяжу эту вещь, но смотреть на эту вещь, любоваться этой вещью, вдохновляться этой вещью, мне нравится. И мой канал в основном не о мастер-классах, я не веду мастер-классы, я иногда делаю обзоры, вот, кстати, сделала обзор вот этого джемпера, и почему я вообще его не убрала, потому что я вам хочу сейчас рассказать о том, как я его назвала. Я назвала его Мари Лум, сейчас объясню, почему. Я это говорю в обзоре, но вдруг не все будут смотреть обзор, но мне так хочется с вами поделиться. Я назвала его Мари Лум, потому что я ну, как бы, в последнее время вообще тенденция такая, да, называть вещи какими-то названиями, именами для того, чтобы их отделить от общей массы. Не просто джемпер, реглан, да, не просто там реглан, погон и так далее, а как-то их обозвать интересно. И, значит, я начала думать, и как обычно, да, все почему-то называют, ну, не все, но многие называют иностранными названиями, и чаще всего это английский язык, но я с ним не дружу. Вот. Но я знаю морийский язык. Ну, как знаю? Я чуть-чуть разговариваю на нем. Писать и читать для меня сложно, но разговаривать я разговариваю. Вот. И я решила, почему бы нет, да, я все называю его Снежок, Снежок, видите, тут такие вкрапления интересные, пряжа необычная, структура, бобинная пряжа. Вот. И Снежок. Думаю, нет, я не буду на английском, я буду на каком-нибудь там древне-скандинавском, интересное, что-нибудь вообще звучащее. И тут думаю, а почему так? Давайте-ка я на морийском назову. И, знаете, я решила назвать Мари-Лум, то есть это морийский снег. Ну, а звучит-то красиво, правда? Я думаю, я буду придумывать такого рода название. Если вам понравилось, тоже напишите в комментарии. И добро пожаловать в марафон!